Военно-воздушные силы Индии готовятся к приобретению еще 97 истребителей Тиджерс МК-1А собственного производства. Разработка легкого истребителя Тиджерс началась в 1983 году с целью замены МиГ-21. Несмотря на то, что создание собственного истребителя с нуля является длительным, трудоемким и затратным процессом, это позволило Индии приобрести новые навыки, продвинуть технологии и развить собственное производство. Это также уменьшило зависимость страны в обороноспособности от других государств и принесло значительные экономические выгоды. Проект Тиджерс также способствовал развитию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений за счет участия около 500 индийских компаний в его производстве. Именно поэтому, несмотря на сложности с истребителем четвертого поколения, Индия продолжает развивать проект истребителя пятого поколения собственной разработки, отказавшись от российских Су-57 и Су-75 Чекмейт. Тиджерс представляет собой легкий однодвигательный истребитель четвертого поколения, конструкции без хвостки. Основная часть его конструкции выполнена из композитных материалов, составляющих 90% поверхности при 45% веса. Двигатель Тиджерс – версия отработанного и популярного F404 от General Electric. При весе Тиджерс в 6560 кг, с топливом до 2460 кг и полезной нагрузкой до 5300 кг, один F404 с тягой 84 КН обеспечивает высокую маневренность, боевой радиус до 740 км и максимальную скорость в один мах. Бортовой комплекс вооружения Тиджерс МК-1 и включает в себя РЛС с активной фазированной решеткой от Israel Aerospace Industries, планирующуюся замену на радар УТТам собственной индийской разработки. Для нанесения ударов по наземным целям используется Литенинг-3 от Israel's Carfral. Истребитель Тиджерс оборудован 8 точками подвески вооружения, на которых могут быть установлены ракеты и высокоточные бомбы различного происхождения, включая израильские, британские, французские и российские системы, а также собственные разработки, такие как ракета воздух-воздух Астра с заявленной дальностью до 350 км.